Вести Карачаева, Черкесия В Республике состоится гастрономический фестиваль «Кунак». И в Республике заработает Региональная федерация армейского рукопашного боя и откроется военно-патриотический клуб «Войн». Далее подробно об этих событиях и не только. 20 июня в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 39-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На рассмотрение и утверждение народных избранников будут вынесены несколько законопроектов, в их числе об исполнении республиканского бюджета, об установлении в регионе размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на этот год, об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год и другие. В Центральной площади Карачаевска присвоено имя Героя России летчика Асак Аномата Баташева, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине. С инициативой присвоения площади имени Героя во время церемонии прощания с заслуженным летчиком выступил руководитель региона Рашид Темрезов. Здесь же на Центральной площади города будет установлен памятник Герою России. Напомним, Аномат Баташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае этого года. Летчик на запрос о помощи от штурмовой группы, заблокированной силами противника, принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, нанес удар по ВСУ, что впоследствии помогло группе выйти из окружения. При выходе из атаки самолет был сбит зенитной ракетой, и генерал-майор погиб. Аномату Баташеву посмертно присвоено звание Героя России. Бесплатные земельные участки получили еще 40 многодетных семей Черкеска. А в городском Дворце культуры состоялась первая в этом году церемония вручения семьям с тремя и более детьми документов на бесплатные земельные участки. Всего в текущем году в республиканской столице землю планируется предоставить порядка 100 семям. Распределение участков, как и раньше, проводилось путем открытой жеребевки. Представители семей по очереди выбирали лот, в соответствии с которым определялся номер их участка площадью 6 соток на новых улицах города. С 2012 года земли под индивидуальное жилищное строительство получили 739 многодетных семей Черкеска. Из них 255 были предоставлены в прошлом году. Еще один район республики Зеленчукский выполнил план по вакцинации, достигнув стопроцентного показателя. Карантины и специальные боксы для пациентов с COVID-19, для местных врачей-инфекционистов остались только в воспоминаниях. На сегодняшний день половина районов республики выполнила план по вакцинации. 6 из 12 муниципалитетов – это Гихабульский, Ногайский, Абазинский, Хаберский, Зеленчукский и Прикубанский муниципальные образования. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесе продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах республики, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в число которых входит несколько десятков товарных позиций. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 28-03-28. Еще раз повторю, 28-03-28. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Информацию комментирует руководитель департамента потребительского рынка, услуги и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов. Принимается информация, сводится нашим министерствам. И сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным, завышенным ценам на социально-зачевые товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленно-сенетики транспорта по номеру телефона 28-03-28. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зеленчукского муниципального образования Ханафи Ижаева. В составе груза 2350 бутылок питьевой воды объемом по 5 литров, Ахмат Дадуй в ней первый раз участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи. Ранее он передавал питьевую воду военнослужащим и 11 тонн муки жителям Донецкой и Луганской народных республик. Всего с февраля текущего года Карачаево-Черкесе направило более 150 тонн продуктов и предметов первой необходимости жителям Донбасса и освобожденных территорий, а также беженцам, находящимся в пунктах временного размещения в регионах России и военнослужащим в ДНР и ЛНР. Региональные вузы намерены разместить детей из Донецкой и Луганской народных республик в учебных базах на курортах республики. Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева подал заявку на университетские образовательные смены в числе первых тем сам вошел в программу. С 20 июля по 1 августа ожидается порядка 100 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из ДНР и ЛНР. Их встретят в Ростове-на-Дону и привезут на учебно-лабораторную базу в Тиберде. С подростками будут работать сотрудники университета и студенты. Предполагается шесть блоков программы, в том числе культурно-патриотический, образовательный, профессиональный, системное мышление, работа в команде, спортивный, досуговый и экскурсионный. К проекту присоединится и Северокавказская государственная академия. При необходимости СКГТА готов в августе разместить на базе турбазы «Нарад» до 25 ребят из ДНР и ЛНР. Юных гостей республики ждут комфортабельные номера для проживания, разнообразное питание и интересная образовательная программа. Северокавказский федеральный университет 20 июня встретит первую смену школьников. В течение 10 дней ребят ждет активный отдых и насыщенная образовательная программа. На первой смене предусмотрено изучение математики, программирование, особенности работы с искусственным интеллектом. Уже год в России работает президентский фонд культурных инициатив, который стал новым институтом поддержки творческих и креативных команд. При поддержке фонда уже реализовано почти 3000 творческих проектов. Заявки на участие в грантовом конкурсе принимали и жители республики. Из них в этом году поддержку получили 4 проекта. Срок их реализации – 18 месяцев. К слову, участвовать в конкурсе могут не только некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели и негосударственные учреждения культуры. Информацию комментирует министр культуры Карачао Чекеси Зураба Гербов. Это огромный импульс, мощнейший к развитию культуры, потому что здесь тоже важна конкуренция, здесь тоже важны новые идеи. Ну а фонд для того и создавался, чтобы тем, у кого такие идеи есть, но раньше не хватало ресурса, не было возможности в какой-то организации, может быть, работать, предложить свое ведение развития культуры и сделать конкретный проект. Это серьезные суммы, некоторые гранты, там, несколько миллионов рублей, и я думаю, что уже в этом году, в год столетия, прошлогодние наши проекты будут реализовываться, мы будем видеть их результаты, новые проекты сейчас будут тоже набирать обороты. И, в принципе, это та самая цель, которую государство преследовало, чтобы не только госучреждения, стабильно, условно говоря, там, по расписанию делали свои там концерты или выставки, чтобы что-то яркое, необычное, авторское появлялось на культурном небосводе. Для всех желающих шагнуть в мир цифровизации на портале Госуслуг создан проект «Цифровые профессии». Для жителей России старше 16 лет доступно порядка 100 курсов от аналитики и дизайна до программирования и искусственного интеллекта. Чтобы записаться на курс на сайте проекта «Профи Диджитал Госуслуги», нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку. Государство может взять на себя до 100% стоимости курса в зависимости от льготной категории гражданина. По итогам обучения можно получить как квалификацию программиста, так и смежную цифровую профессию, востребованную при формировании IT-команд. Рассказывает первый заместитель министра цифрового развития Республики Инвер Кипкеев. Если судить по органам исполнительной власти, по муниципалитетам Карачао-Черкесской Республики, в каждом органе власти и в муниципалитете есть человек, который ответственен за цифровое развитие. Этот человек, уровень на сегодняшний день заместителя руководителя органов власти или муниципалитета, проходит обучение при поддержке Министерства цифрового развития Российской Федерации на различных образовательных площадках. Это Иннополис, это Ранхикс и ряд других. То есть стоит понимать, что цифровое развитие, цифра на сегодняшний день, какое-то ведущее такое положение занимает. Коль в каждом ведомстве определен человек, который ведет и курирует данную деятельность. У нас в республике очень востребованные ребята с цифровыми профессиями, это IT-шники, программисты. И я с уверенностью могу сказать, что ребята, у которых есть отличные результаты в этой деятельности, они всегда найдут себе работу. Сотрудники мэрии Черкеска, депутаты и городской совет ветеранов поддержали акцию «Красная гвоздика» и внесли посильный вклад в оказание адресной медицинской помощи ветеранам всех войн и конфликтов. Столь нужные мероприятия в поддержку старшего поколения проводит региональный центр серебряного волонтерства, функционирующий на базе благотворительного фонда «Доброгорец». Акция «Красная гвоздика» – это детище фонда «Память поколений». За 7 лет благотворителям удалось помочь более 15 тысяч ветеранам на общую сумму порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Приобрести значок «Красная гвоздика» или пожертвовать средством можно в сетевых магазинах или на сайте фонда. В республике начал работу новый экологический отряд, созданный на базе Северокавказской государственной академии по инициативе заведующего кафедрой лесного отдела Руслана Аджиева и группы неравнодушных к экологическим проблемам региона студентов. Обучающиеся вузы всегда поддерживали проводимые в республике природоохранные и экологические акции. Теперь же работа станет более системной и будет проводиться в тесном сотрудничестве с региональным министерством природных ресурсов и экологии. В рамках празднования столетия Карачаева-Чикесии в республике состоится гастрономический фестиваль «Кунак», который пройдет на площадке поселка Романтик Архыза. В мероприятии примет участие большое количество поваров из различных регионов, а также Абхазии и Армении. Кроме того, в республике состоится традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Праздник Айрана» на Медовых водопадах. В республике будет создана Региональная федерация армейского рукопашного боя и открыт военно-патриотический клуб «Воин» на базе ДОСАВ. Идея принадлежит руководителю секции «Казачий спас Гринь» Михаилу Гриню. По его словам, создание этих общественных организаций даст широкие возможности для развития спорта, привлечения к занятию им молодежи, что в совокупности позволит подготовиться к службе в армии. Секция армейского рукопашного боя «Казачий спас Гринь» существует с 2013 года. Занятия проходят на базе 6-й школы Черкесска. Сейчас в ней занимаются 50 человек – это дети и взрослые. Спортсмены регулярно выезжают на соревнования, занимая призовые места. Ну и последняя информация. В Черкесске состоялся республиканский этап президентских спортивных игр школьников. Победители муниципального этапа – сборные команды школ, состоящие из спортсменов 2007-2008 годов рождения, представляли свои муниципалитеты в оригинальном этапе. По итогам состязаний победителем стала гимназия номер 5 Республиканского центра. Они же представят Карачаево-Черкесию в финальных играх, которые пройдут во Всероссийском детском центре. Смена Анапы с 14 сентября по 4 октября текущего года. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского кидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, град. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15-18 метров. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В горах местами плюс 14-19. В Черкесии днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Обществу с ограниченной ответственностью Вулкан требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23, 8 938 038 84 37. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!